Это видео меня реально зацепило. Смотрим видео, потом хочу прокомментировать. Проходите, одевайте бахилы. Мне просто не сказали, куда проходить, поэтому я не прохожу. Я вам сказала, куда проходить. Хорошо. Оденьте бахилы. Оденьте бахилы, женщина. У меня здесь двое детей маленьких. Вы заходите, я вам предоставляю бахилы. Обудьте бахилой, помойте, пожалуйста, руки. Я не спорю, она меня не пускает туда. Как это не пускают? Я вам предоставляю бахилы. Я не спорю обудь, вы понимаете? Мне по закону запрещено. Мы вчера вызывали скорую, обували бахилы. Вы пришли оказать первую помощь человеку. Одевайте бахилы. Заходите в квартиру. Запрещено одевать бахилы. Обратитесь, пожалуйста, в СМП-2, в отдел по технике безопасности. А что еще вам запрещено? Грязными руками укол выделать сейчас будет? Я не разделась и даже еще не поставила сумку. Молодая девушка. Вы собрались проходить без бахил в квартиру. Грязные обуви на улице дождь. Я вам предложила одеть бахилы. Вы мне даете ноги, чтобы я нагнулась, вам и ходила. Вы не совсем уже девушка? Что надо? Нагнуться вам бахилой будет? А еще что мне нужно? Знаете, люди так делают. И мне они еще не оставили. А я не люди. А кто? Я не собираюсь вам полгать, наделать бахилы. Я надела бахилы и зашла, сделала помощь первую. Все, до себя. Я посмотрела это видео в фейсбуке. Оно меня почему-то так задело. Задело больше всего то, что защищают маму, а не медсестру. Я просто вот не могу. Меня прям вот реально бесит вот эта стерильность. Вот в Украине есть такой бзик у мамочек. И в России, насколько я поняла, тоже. Потому что это видео, видимо, с какой-то передачи М24. Может быть, Москва 24. Не знаю, это уже мои догадки. Но я не могу себе представить, если бы мой ребенок болел. Температура 39. Вызвала скорую помощь, которую ждала, возможно, там 10-15 минут. И она приехала. И вместо того, чтобы они шли и смотрели моего ребенка, я заставляла медсестру или медбрата, кто бы ко мне приехал, одевать бахилы и прочее. Эта помешанность на стерильности меня просто поразила. Я не могу себе представить ситуацию, чтобы в Израиле вот так вот человек, клиент относился к сотруднику скорой помощи. Так кричать, орать еще только не хватало, чтобы, не знаю, начала выталкивать эту бедную медсестру. Потому что я считаю, это бедная медсестра. Потому что я не могу представить. Да, пускай на улице дождь, вот как мы видели в видео. На улице дождь, возможно, она зашла там с грязными сапогами. Тебе что, тяжело протереть? Какие микробы и сколько она этих микробов может занести в дом? Я вас умоляю, ну честное слово, уже такой маразм. У меня просто нет слов. Я не знаю, может, конечно, некоторые скажут, что нет, мама права, надо одевать бахилы. Но знаете что, у нас в Израиле только в реанимации одевают бахилы. И нигде в больницах в бахилах не ходят. Вот это соблюдение чистоты, чтобы нигде-нигде не было ни одной бактерии. В результате всё равно дети болеют одинаково. А то может быть ещё хуже. Но виновата во всём медсестра, которая пришла в дом спасать твоего ребёнка. Или, ну, не спасать, давайте так, дать ему первую какую-то необходимую помощь. У меня просто нет слов, честное слово. Напишите, вот что вы думаете о таком видео. И кто там прав, медсестра или мама? Или, может быть, я не понимаю полной картины какой-то в, не знаю, в ваших странах. Потому что, ну, мне реально в этом случае жалко больше медсестру, нежели маму.